В сегодняшнем выпуске два опасных гомника пытались избить и видеоблогера, чтобы забрать инфиниус, но поплатились за это. А в смысле? Летя мы тебе не отдадим. Итак, всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Дизмонт, и сегодня знаменательное событие. В продажи поступили новиночки нердых 2018, они уже наконец-то продаются в России. Инфиниусы, Прометеусы, в общем, куча всего годного. Я снимала отдельный ролик со всеми новинками, и это прям круто. И сегодня ко мне приехал Инфиниус, я его спрятала у друга, чтобы не нашли родители, поскольку мне часто задавали вопросы в комментариях, типа Дизмонт, где-то взял 100 тысяч на бластер, а я отвечу. Короче, у меня папа копил на новый айфон. Вот копил, я эти 100 тысяч забрал, но он пока не знает, поэтому я Инфиниус спрятала у друга. Пойдемте его заберем. Погнали! Кстати, пока я иду к своему другу за Инфиниусом, что хочу сказать. Во-первых, у меня есть замечательная страничка в Инстаграм, и тебе на нее сурочно нужно подписаться. Ссылка будет в описании. Ты спрой, зачем тебе подписывать? А я отвечу, потому что там выходит слив по новым видосикам. Короче, вот, я распаковал Инфиниус, ааа, вот такой прикольный. И тот, кто подписан на мою инсту, давно знает, что будет обзор именно этого Инфиниуса. Так что там классные фоточки провожу, стримы. Вот, подписывайся на мой Инстаграм, ссылка будет в описании. А я почти пришел за Инфиниусом. Итак, а вот он, мой уважаемый Инфиниус. Мой друган его запрятал сюда, но его здесь почему-то нету. Ладно, придется распаковать, я думаю, без него. Фух. Пойду искать место для распаковки. Это два самых опасных пацика. Их болятся все нерфы. И вот почему. Неплохо мы пластеры у этих мелких баклан поджали. А как они вообще их могли наводать. О, смотри, там, кажется, плагер по нерфам и нерфам. Скажи, это Дизмонт. Смотри, что он несет. А скажи, в новинке у него в 2018 Инфиниус. Да, хопперфайр, конечно, крутой, который мы отжали у этих бакланов лохом. Но все-таки Инфиниус от благера будет получше. Давай отожмем его у этого лоха. Погнали! Эй, уважаемый. Что вам надо? Фоточку, ну-ка, давай. Так, ты нас не понял. Да, мастер, конечно, классный. Ну, ему будет лучше у меня. Да, в смысле? Прямом, гони сюда, гонос. Да, мы с дёрфером. Давайте устроим баттл. И если я вас затащу, то вы мне два своих хопперфайра. А если вы меня, то я вам свой Инфиниус. Ты условий нам тут не ставь. Мы будем играть по нашим правилам. Ну, окей. Мы будем баттлить вдвоем, а ты, лох, останешься один. Ну, ладно, я вас и двоих раскатаю. Сегодня в 18.00 в парке. До встречи. Ты так и не понял правила. Никогда не ставь правил глупеньком. Сегодня в 18.01. Мы тебя ждём в парке. Понял? Да, блин, всё-таки откуда эти говноеды взялись? Пытались Инфиниус у меня отжать. Ай, ладно, самое главное, что ушли. Сейчас распакую, сделаю обзор. И придётся баттлить с этими дирижаблями. Итак, моё счастье просто. Я по эргономике думала, что он будет очень неудобный, но у него хороший баланс. Я удерживаю спокойно одной рукой. А вот это вот цевьё, оно мега клёвое. То есть прям удобное достаточно. Вот. И смотрите, когда мы вставляем обойму в него... Сейчас, стоп, надо посильнее. Вы слышите этот звук? То есть у него там внутри механизм, вот здесь вот. И мы можем... Так, пальцы сюда лучше не свать. Вот, и мы сейчас позарядим эту обойму на 30 стрел. Но не классическим способом. Сюда будем пульки вставлять. А прям сюда внутрь в комплекте с ним шло. Аж целых 30 стрел. Нёрфы мне, ну, очень интересно взглянуть на это. Итак, проверяем механизм. Вы готовы? Смотрите, я вставляю его, пульку эту. Варите! Он её съел, заряжает в обоих. Это так классно делать, вы себе не представляете. Он такие клёвые звуки издаёт. Так, я зарядил не все пульки, чтобы вы понимали. Вот он зарядил их в обойму. Круто! Вот он зарядил их, короче, в обойму. Так, у него здесь огромный отсек для извлечения стрел. Он, на самом деле, достаточно тяжеловат. Но, в принципе, мне, 13-летнему чуваку, дрыщу, управлять им достаточно комфортно. Приклад удобный. Место для того, чтобы есть. То есть, именно упрячься. Вот эта вот дырка, в которую вставляется патрон, она выглядит мега прикольно. Вот, в принципе, по эргономике нареканий нет. Кстати, хочу отметить то, что кнопка заводки моторов, у ней очень мягкий и короткий спуск. А обоим извлекается достаточно тяжело. То есть, не так, как у обычных бластеров Нёрфа. Вот, работает у него, наверное, скорее всего, так же, как и другие бластеры. Ну, давайте просто постреляем, хотя бы, на вскидку оценить его мощность. Мини-фаер-тесты. Итак, блин. Так, он полностью скорострелял, то есть, я могу зажать спуск и вот так вот стрелять. Итак. У него звуки при стрельбе очень прикольные. Обойма вмещает 30 стрел, это можно обстреляться противника. Когда же, всё, смотрите, пульки закончились, он, типа, жёлтым замигал, типа, че, у тебя стрелы? Нет, стрелы, пулька нету, кончились, пулька. Видите, жёлтым. Ладно, пойдёмте считать, считать буду по шагам. Итак, 14 метров. Итак, я пострелял с инфиниуса и, блин, во-первых, он очень удобный достаточно, вот. То есть, держать его одной рукой удобно, у него остались все ништячки по эргономике у хайперфайера. Мне он нравится, опять же. Но время придёт протестировать его в настоящем бою с гопниками. Они уже должны прийти с минуты на минуту, поэтому я их уже ожидаю. Ну всё, бластер обозрел сейчас этих гоп-стопчиков дождаться. И отжать у них хайперфайеры всё-таки. Мне лишние бластеры не повредят. Я, наверное, что-нибудь с ними интересное точно замучила. Всё-таки их... О, пришли, голубчики. Я уже целую одну секунду ждал, вы где были всё-таки. Не задавай своими гопникам. Когда хотим, тогда и приходим. Ну вообще, ну что вы со своими погаными хайперфайерами пришли, готовьтесь я вас... Ты что на гопников гонишь? А ты что на меня гонишь? Ты что, давно не получал прикладом по башке? Ты сейчас тоже получишь стрелой в голову. Всё, давайте, короче, раз, два, три, разбегаемся, вы вдвоём против меня. Уи-и-и. Вот здесь стрелок очень. А-а-а. У меня есть тактика. Получай. Ха, я уже быстренько перезарядился. Убит! Убит, всё! Итак, пацаны, ну что, я вас затащил благодаря фишке инфиниуса. Двоих вы, конечно, вообще неоновые. Бакланы, гоните сюда хайперфайера. Ну что мы тебе не отдадим? Вы что офигели? Вы же всё-таки типа слова пацана. Вы же договор... Забирай ты. Ну ты лох, блогер. Удивительно, они даже на них не харкнули. Эй, ребята, как я их домой-то понесу, вы куда ушли? Ладно, народ. Думаю, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. И сейчас я вам расскажу уже про опыт эксплуатации инфиниусом. Блин, а куда хайперфайер-то девать? Итак, отбился я от этих гопников и переместился в свою студию, чтобы рассказать об опыте эксплуатации на инфиниус. Я им попользовался уже действительно не в постановочном бою, а в реальном, так скажем. Знаем все его плюсы и минусы. Сейчас я вам всё расскажу. Меня зовут Дизмон. Погнали! Что хочется сказать? Во-первых, с самого начала мне этот бластер, ну, просто шокировал. Вот когда ты его только распаковал, он тебя вызывает какие-то, ну, нереальные эмоции. Ты прям такой... Вот этот механизм заряжания стрел в обойму! Вау! Это что сейчас было? Он такой весь футуристичный и классный. Но потом, когда, к сожалению, ты с ним проводишь определенное количество боев, у него выявляются самые ощутимые минусы данного бластера. Сейчас я расскажу как раз по его плюсам и минусам. Вообще, инфиниус будет корректно сравнивать именно с хиперфаером, поскольку это его ближайший родственник. В общем, что я хочу сказать, хиперфаер во многом лучше, чем инфиниус. Но об этом в отдельном ролике. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить сравнение этих двух легендарных бластеров. Вообще, у инфиниуса есть много минусов. Но давайте начнем с плюсов. Во-первых, это вклад в будущее, как бы это странно ни звучало. Механизм заряжания стрел в обойму действительно передовой. Я раньше такого не встречал. То есть, это реально магия какая-то. Мы не снимая обойму, заряжаем ее во время боя. Это действительно тебе дает колоссальное преимущество. Поэтому я надеюсь, что нерф как следует обкатает эту технологию. И мы ее встретим уже в других бластерах. Вот, ее нужно слегка доработать. Но если вы покупаете инфиниус, вы делаете вклад в будущее. Поскольку нерф увидит то, что этот бластер покупает. И будет дорабатывать этот механизм. Но покупать этот бластер будет крайне сложно. Поскольку у него есть огромные минусы. Начнем мы, конечно же, с плюсов. Как я уже и говорил ранее, механизм у него действительно передовой. Никакие производители этого не делали. То есть, здесь это встречается впервые. Но давайте уже поподробнее поговорим про сам механизм и дизайн инфинуса. Итак, инфик действительно очень футуристичный. У него мега классный дизайн. Он выглядит, по сравнению с прошлым поколением, ну просто сногсшибательно. Вот это вот севьюшечка. В общем, дизайн у него мега классный. Также футуристичность ему добавляет. И его основная фишечка. Когда ты нерфишься с этим бластером, тебе просто приковано огромное количество внимания. А почему? Потому что бластер футуристичный. У него мега крутой дизайн, как я уже и повторял. И у меня есть очень интересная история. В общем, я как-то нерфил с этим бластером. Нерфил, такой нерфил. Вот, значит, враги куда-то уши. И я заметила пачечку стрел. Стал ее подбирать, заряжать в инфинус. А тем временем шли какие-то мелкие чувачки. Шли-шли такой толпой небольшой. Вот. Увидели инфинус. И глаза такие сразу чопчем. Он так круто выглядит. И потом увидели то, что я стал заряжать стрелы в обойму. Вот так вот. У них вообще глаза стали больше лица. И такие... Это что сейчас было? Просто и вот так вот шли-шли. И вот так вот смотрят. Бластер действительно приковывает огромное количество внимания. И для любителей повыпендриваться эта штука подходит идеально. И на этом, пожалуй, все его основные плюсы и заканчиваются. Немало, правда ли? И теперь переходим на темную сторону инфинуса. К минусам. Основной его минус, как по мне, этого форум-фактор. Конечно же, в рекламе и в других обзорах вам показывают, как мега прикольный бластер. То, что он весь такой большой, пафосный, сочный и прикольный. И ты такой типа... Ммм, действительно бластер прям по мне. Я же такой уж как он. Типа крутой и стильный. Пожалуй, я его себе куплю. Но это в корне неправильно. На деле с ним вообще неудобно пользоваться. Он очень огромный и тяжелый. И во время нерфинга мне лично доставляет это, ну, гигантский дискомфорт. А знаете, кто целевая аудитория у нерф? Правильно, дети. И у меня появляется встречный вопрос. Почему этот бластер такой тяжелый? Неужели нельзя было сделать его по весам хотя бы как хипперфайр? Хипперфайр, конечно, тяжелый. Но вот эта махина еще тяжелее. Конечно, что-то можно оправдываться. Типа, ну, конечно, у него механизм, вот этот стрел, вот заряжается, вот пулька. Это же так прикольно. Поэтому он такой тяжелый. Мне, как потребителю, все равно, сколько он весит, какой тут механизм. Я просто беру его в руки и понимаю, что для меня этот бластер тяжелый. И поскольку я играю на другом конце города, тащить него с собой неудобно. Мне все равно, как нерф будет исправить эту проблему. Просто в следующем поколении я хочу, чтобы этот бластер был хотя бы сравним по весу с хипперфайром. А не был его в раза два, наверное, тяжелее. Просто огромный вес вот портит всю его картину. И это вот просто вот меня это бесит. Вот могли бы они сделать его, ну, вот полегче. Мне все равно как. Я хочу, чтобы он был полегче. С ним очень сложно играть. Многие, кто подписан на мой инстаграм, знают, кстати, подписан на мой инсту, ссылочка будет в описании, там всегда, если по новым видосикам. Так, в общем, кто подписан на мой инсту знает, что мне приходится нерфить на другом конце города. Потому что парк находится на другом конце города, чертова побери. Вот. И тащить с собой инфиниус туда, это будет глупостью, поскольку я туда добираюсь своим ходом. На скейте или на велосипеде? Как ты понимаешь, везти его на другой конец города, на скейте даже, вот на велосипеде, прикинь, вот эту вот огроменную тяжелую махину везти на велосипеде. Она как минимум в рюкзак не залезет и будешь с ней так же мучиться. Это глупость, действительно, тащить инфиниус на другой конец города. Кстати, этот опыт эксплуатации лично мой. То есть мне приходится, чтобы понерфить, ехать на другой конец города. А ты можешь нерфить прямо у себя во дворе. То есть спустился с квартирки, и, помо, ты уже нерфишь. И тебе, допустим, переноска бластера не доставляет дискомфорта. А вот для меня главный критерий бластера лично для себя, чтобы я нерфил, это компактность. И инфиниус уже минимум по этим критериям не подходит. Так вот, я все клоню к тому, что действительно взять его с собой на нерфинг на другой конец города мне очень сложно. Ну да ладно, допустим, представим, что я живу в квартире, и мне нужно просто спуститься с резницы, и я уже у себя во дворе, и там я могу нерфить. Ведь его, опять же, большой вес здесь играет огромную роль. Ну, давайте на секундочку представим, что я живу в других условиях. То, что я живу в квартире в центре города, я просто вышел со своей лесенки. Пум, я уже во дворе и могу играть. Его большой вес также играет, опять же, роль. Ты скажешь, что тебе сделал этот несчастный вес, ты же сам дрыж, что ты прикопался к этому бластеру. Ведь ты же школьник хрупкий, конечно же, тебе не подходит инфиниус. А вот для крупных таких шкаляров он прям самое то. У меня есть друг. Иван Берс, который в начале данного скидчика играл хопник такого, типа, а инфиниус лист, а я найду. Тот самый Берс. И я ему дал на пару каточек данный инфиниус. Он сказал то, что даже ему, типа, с ним некомфортно бегать. Хотя он такой тоже крупный школьник. Ему с ним действительно некомфортно. И тут я понял то, что с размером и весом Мерф этот раз что-то прогадали. То есть, напрашивается разумный вывод. Для кого делали данный бластер? То есть, если он даже не подходит крупным шкалярам, значит, он подходит для взрослых. Бинго, Дизмон тогда, что ты его обсираешь? Он же ведь для взрослых. То, опять же, спорно. Но взрослые предпочитают бластеры Райвел, так как они очень хорошо стреляют. И шарики все-таки действительно бластеры прям для взрослых. А инфиниус, он вроде как и детский, а вроде как и нет, благодаря его размерам. И, скорее всего, взрослые не возьмут инфиниус, потому что он овладает достаточно плохой стрельбой. Как я это узнал? Просто я почему-то стала замечать то, что коллегу по цеху с хайперфаерами, когда со мной играли, они почему-то были скорострельнее, мощнее и быстрее. Я такой, типа, у меня же инфиниус, он новее, он должен быть круче, ты что, на меня никуда не пойду. Ну, в общем, я такой удивился, типа, что за дичь. Взял и хайперфаер себе на одну каточку, и хайперфаер вот себе, он намного скорострельнее инфиниуса. И он стреляет дальше, хоть там буквально разница, пару метров, но во время нёрфинга эту пару метров может спасить. И действительно жизнь. Я тогда реально прифигел, как так новое поколение стреляет хуже старого. Но прикол в том, что хайперфаер сам по себе не эталон в стрельбе. Вы не поверите, у меня была ситуация, когда я только познакомился со своим другом Чаки Чаком. Кстати, у него есть канал, можете ценить по ссылочке в описании. Итак, в общем, я что-то решил взять хайперфаер, а он по приколу взял циклон. Мы взяли, сравнили дальность данных бластеров, и циклон хоть и ненамного, но стрелял дальше. Вы себе представляете, механический бластер из серии Мега и хайперфаер автоматически на огромных батарейках. То есть, вы понимаете, хайперфаер ещё сам не эталон в стрельбе именно по дальности. И с скорострельностью, конечно, у него всё окей, но... Ну, то есть, вы понимаете, да, такую схему, то, что хайперфаер сам не эталон в стрельбе, а инфиниус его ещё хуже. Кстати, хочу выразить огромную, просто благодарность сервису Шоп Фанс и каналу Чаки Чак. Шоп Фанс. Несмотря на то, что инфиниус достаточно плохой бластер, сервис реально годный. Я им сам пользовался и могу его вам смело рекомендовать. Что он делает? Он привозит из Америки те товары, которых нет в России. То есть, грубо говоря, ты заказал через американский интернет-магазин какой-нибудь огромный бластер. Например, Нёрф Думан Судья. Это новиночка Нёрф 2017 года и в России он до сих пор не продаётся. Если ты хочешь, например, получить данную машину-зверь, ты просто покупаешь её через американский интернет-магазин, связываешься с Шоп Фансом, говоришь, что ты в таком-то магазине заказал такой-то бластер, и Шоп Фанс тебе его привозит. Ты спросят, зачем же он нужен? А я отвечу, во-первых, потому что в американских интернет-магазинах тебе никто не будет делать доставку, поэтому и существуют такие сервисы, как Шоп Фанс. И почему ты должен выбрать именно его? Во-первых, потому что это моя рекомендашка, он действительно проверен, поскольку Инфиниус, вот этот вот Сравенгер и все мои новинки он привёз за 4 дня из Америки. То есть, считаем, это быстрая доставка и, что самое главное, качественная. И также это хорошая цена по сравнению с конкурентами. В общем, Шоп Фанс вам смело рекомендую. Переходите по ссылочке в описании и покупайте Нёрф Думбланс и Судьи. Канал Чеки Чак. Что это за штука такая? Это мой хороший друг. У него есть, как я уже говорил, свой канал на Ютубе, и он снимает годные ролики про Нёрф. Сейчас годных каналов про Нёрф действительно мало, и он один из них. Переходи по ссылке в описании и смотри видео. У каждой Нёрф война такая. Всё, мы нашли отличное прикрытие. Дружба, внимательно следи за противником, мы не должны его пропустить, иначе нам хана. Вместе с моим участием, потому что он получился, ну, мега угарным, там, прям, жизненная история, мне этот канал реально зашёл. Вот, не потому что он мне рекламу за деньги купил, а потому что это чисто мой хороший друг. Ну и мы с ним, конечно же, спорнули то, что... Я думаю, что он до Нового года наберёт тысячу подписчиков, а он думает, что он не наберёт до Нового года тысячу подписчиков. В общем, я вам предлагаю такую штуку. Дабы показать Чак и Чаку, что мой канал прям мега крутой, давайте мы быстренько ещё 500 подписчиков соберём, чтобы он вообще офигел. Мы... В общем, давайте докажем каналу Чак и Чак, что канал Дизмон, у него прям мега крутая аудитория, и наберём ему быстренько тысячу подписчиков. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, потому что канал реально годный. Повторюсь, действительно, мой хороший друг, вот прям такого чувака действительно приятно порекомендовать. Теперь давайте вернёмся к Инфиниусу. Кстати, прежде чем перейти к Инфиниусу, хочу сказать то, что роль гопника одного из них, так скажем, играл мой хороший друг, как раз Чак и Чак. Скажите, Дизмон. Поэтому без Ивана Берса и Чак и Чака не было бы этих шедевральных гопничков, которые пытались отжать меня. Инфинус. Как я и говорил так же ранее, Инфиниус стреляет хуже, чем Hyperfire, и когда я это увидел, я был, ну, просто шокирован, типа, а чё как так-то, да? Ну, это как такое, возможно, а? Тут сделать стоит поправочку, чтобы многие не писали, типа, а, у тебя, естественно, в одном из бластеров стояли раздолбанные батарейки. Нет, в обоих бластерах я специально для этого видоса купил новейшие батареечки, поэтому с батарейками всё хорошо. Это, кстати, основной минус автоматики, то, что она всегда требует батареек. Раз уж мы и заговорили про стрельбу, давайте поговорим про практичность. Что Инфиниус, что Hyperfire, вообще не практичные бластеры ни разу. Как я уже и сказал ранее, Инфиниус и Hyperfire не практичные бластеры. Ну, а кто тогда практичные? Вот они, два дружбанчика, но не спрашивай у меня в комментариях, почему я бластеров называю, именно кто обращаюсь с ним как с живыми, потому что мои друзья. В общем, вот два самых практичных бластера. Также есть ещё и третий имя ему, Rapid Strike, сейчас я имею на виду самый практичный из автоматических бластеров. Вот ещё прям эталон автоматических бластеров Rapid Strike, но у меня его, к сожалению, нет. Вообще, в чём заключается та самая практичность? Заключается она в том, что какие стрелы способен выстреливать бластер. То есть у нас есть хорошая оригинальная стрела, не мятая, вот прям вот смотрите, как она хорошо заходит в мой дабл страйк, прям вот красота. Но такие стрелы, как правило, не живут долго, потому что ты часто нёрфишь, они изнашиваются, вот. И проблема в том, что если у тебя бластер непрактичный, уже такие оригинал изношенные стрелы, он не будет выстреливать и будет их жевать, и это всех бесит. Давайте побудем на месте родителей. Вот им каково. Ребёнок потерял все оригинальные хорошие стрелы и нёрф. И что им теперь делать, что ли, покупать за 700 рублей пачку стрел, которые он потеряет буквально за пару дней? Конечно же, нет, поскольку это дорого. Да и если бы я сам был родителем, я бы не стал своему шкеду покупать такие дорогущие стрелы. Я бы зашёл на любимый сайт Алиэкспресс, заказал бы кучу просто китайских стрел, а он вроде мелкий, он не поймёт то, что они китайские, вроде всё нормал. Да, они по качеству, конечно, наконечники такие жёсткие, но он всё равно вроде ни с кем не нёрфится, и хорошо. И бластер надо, естественно, подбирать такой, чтобы он выстрелил все стрелы. То есть, как я и повторял ранее, тот же ГОСТ, он выстрелит и хорошие, и плохие, и китайские стрелы. Вот, то есть что мы получаем? Практичный бластер, у которого вот такой вот механизм стрельбы, и он выстрелит абсолютно любые стрелы, хоть китайские, хоть какие. А есть тот же Infinius, который не выстреливает китайские стрелы, и такие же побитые, так же, как и Hyperfire. То есть они у нас эдакие привереды в мире бластеров. Я это всё к тому, что многие заряжают всякого говна в свой бластер, а потом, типа, жалуются то, что у меня бластер плохой, но на самом деле дело в практичности. Просто можешь купить практичный бластер, а можешь купить и непрактичный. И тут я могу привести замечательную аналогию с машинами. Давайте приведём аналогию с машинами. Вот Infinius, это Porsche 911. А вот Ghost, это Lada Grand. В общем, Infinius нужен так же, как и Porsche 911, чисто показать, что ты можешь себе такое позволить. И делая обзор на данный бластер, я ни в коем случае не выпендриваюсь. Я просто хочу предупредить вас, моих дорогих зрителей, чтобы вы не купили Porsche 911 в мешке, который нифига не практичный. Вот, то есть он нужен чисто, чтобы повыпендриваться. Он, конечно же, плохой, то есть ты его не сможешь использовать каждый день, как тот же Strife, например. Но он нужен чисто, чтобы ты повыпендривался перед своими собратьями по нёрфингу. Но, опять же, я это не люблю, поскольку, типа, мы же все нёрферы, мы не должны никому друг друга доказывать, мы же все друзья. Вот такие вот у нас дела. Infinius все-таки показал себя, ну, крайне плохо. И, кстати, не стоит принимать мое мнение близко к сердцу, если купил себе Infinius, Hyperfire, и я их тут обсираю замечательно, а ты такой, ну, мне же нравится, бластер годный, дизбон, ты что такое говоришь? Понимаешь, я говорю, именно свой опыт эксплуатации, у тебя могут быть другие условия, ты можешь жить абсолютно по-другому. А я вот живу вот так. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить самые годные обзоры новинок Нёрдых 2018. Также тебе стоит подписаться, потому что скоро будут, ну, мега-крутые сравнения. С вами был Дизмон. Пойду я монтировать этот выпуск, потому что видосик реально годный. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!